Украинский социолог Ирина Бекешкина на сайте «Новое время». Референдум по Донбассу – это ведь как спросить? Референдумы – одна из наиболее манипуляционных технологий в украинской политике. Скажу честно, проблема Донбасса, вернее тех территорий, которые находятся под контролем ДНР и ЛНР, зашла в тупик. Не смотря на постоянные заверения в верности Минским соглашениям и признания, что эти территории должны остаться в Украине в особом статусе, тем более Россия публично отказалась брать их к себе. Понимание этой особости, по сути, противоположно. Каждая из сторон власти Украины и самоповозглашенных республик предлагает противоположной стороне капитуляцию. Мы говорим сепаратистам – сложите оружие и сдавайтесь на милость победителя. А когда тут выберут новую власть на местных выборах, вот с ними и будем говорить, как жить дальше. А руководители ДНР и ЛНР, напротив, хотели бы, чтобы взамен формального признания принадлежности территории Украине, власть оставалась бы за ними, включая свою собственную армию, органы правосудия и прочее. Но вот на содержание все это хозяйство должна взять Украина, которая, естественно, на такое не подписывается. В общем, ситуация тупиковая. Дальше возможны два варианта. Продолжение окопной войны на кордонах непризнанных республик, изматывающие страну и экономически, и физическими потерями людей. Или признание этих территорий оккупированными, их полная изоляция и экономическая блокада. Однако последний вариант, честно говоря, это капитуляция. Каждый из вариантов по-своему плох. И украинской власти надо принять сложное, ответственное и вынужденное решение. Но оказывается, есть чудесный выход сбросить всю тяжесть принятия решения на народ. Недавно лидер фракции БПП Юрий Луценко предложил одновременно с местными выборами 25 октября провести референдум о статусе временно оккупированных территорий. Люди должны принять решение или заплатить десятки тысяч жизней наших солдат за освобождение, например, Донбасса, или заблокировать раковую опухоль и лечить ее экономическими методами, пояснил Луценко. Круто? Выбор между жизнями десятков тысяч солдат и раковой опухолью. И что по вашему выбору? В общем-то на каждом референдуме, да и не только, ответ на вопрос в значительной степени диктуется самой формой вопроса. Ведь предыдущая практика доказывает, что референдумы – это одна из наиболее манипуляционных технологий в украинской политике. Хорошим примером манипуляционной роли референдумов служат опросы по сохранению Советского Союза, когда в начале и в конце года люди ответили диаметрально противоположно по сути на один и тот же вопрос, но сформулированный по-разному. Так, в марте 1990 года украинцев спросили, считают ли они необходимым сохранение советских социалистических республик, как обновленной федерации равноправных республик, в которых будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности. На этот вопрос украинцы ответили согласием. И Украина осталась в составе Советского Союза еще около года. Пока в декабре того же года они не проголосовали за украинскую независимость, где в форме вопроса тоже, признаем, была некоторая манипулятивность. Или другой пример. Однажды в ходе программы Савика Шустера был поставлен следующий вопрос. Имеет ли право Европейский Союз навязывать свои правила Украине? В данном случае само слово «навязывать» является манипуляционным и предопределяет ответ граждан. Таким образом, самое главное в референдумах это то, как будет поставлен вопрос. Если вопрос будет поставлен по изоляции Донбасса, то я не уверен, что люди поддержат подобное решение. Ведь буквально в январе 2015 года 72,5% граждан высказались за то, что Донбасс должен остаться в составе Украины и только 11% против. Я не думаю, что за последние месяцы что-то существенно изменилось. Причем, наибольшее количество людей, которые согласны с тем, что Донбасс должен выйти из состава Украины, было в самом Донбассе 35%, а по Украине этот процент был и того меньше. Если же на референдуме спросить, хотели бы вы, чтобы война в Донбассе закончилась, предоставив им особый статус, то люди очевидно поддержат подобное решение. Все хотят прекратить войну. И тогда будет создаваться впечатление, что решение отделить территории Донбасса от Украины принял народ, а не власть. Короче говоря, всю ответственность за всю тяжесть вынужденного решения власть перекладывает на народ. Повторюсь, из тупиковой ситуации с территориями Донбасса нет простых и красивых выходов. Возможные варианты решения проблемы надо обсуждать с народом, взвешивая все за и против различных вариантов решений. В частности, а как быть со здоровыми клетками на этих территориях? Их нужно уничтожать вместе с раковыми? Но вместо этого гражданам Украины, живущим на этих территориях, просто скажут. Идите вон, раковые клетки. Так решил украинский народ. Так спросишь, так и получишь.